всем привет здравствуйте здравствуйте девчата так начинаем и нашу трансляцию я надеюсь к нам сейчас кто-нибудь подключиться такой надежда надежда на то что туда подключиться пока всем привет я надеюсь что все кто к нам сейчас подключаются меня слышно видно сегодня у нас четверг сегодня у нас четверг и мы проводим по четвергам прямой эфир на страничке вконтакте так и я надеюсь мы сейчас мы с вами поговорим про быстро опять же дизайны ничего такого сверхъестественного но мы же в конце концов здесь собираемся единомышленники правильно мы с вами сейчас сделаем несколько простых дизайнов наша тема сегодня девчат гель-лаки из коллекции вернее в моем задании да в моем задании в сегодняшнем стоят значит сделать дизайны из гель-лаков из коллекции from down to dusk from down to dusk мы уже неоднократно сделали дизайны с этими гель-лаками очень много разных вариантов вот ну и так как тема все-таки быстрые дизайны надо придумать что-то такое быстренькое быстренькое для души и чтобы мог каждый мастер даже не умея рисовать как бы сделать да какие-то варианты так я немножечко тут посую чусь одену перчатки перчатку вот тут хотя бы на одну ручку да вот так вот сделаем так значит и так вот здесь варианты которые мы с вами можем сейчас делать опять же мы всегда там успеваем парочку а то и троечку сделать да здравствуйте виолета вот тут прям так прям официально наташенька точно я правильно не представилась сейчас всем здравствуйте сегодня у нас четверг 31 августа 31 августа крайне деле ну как крайне последний конечно же день лета и завтра уже наступает на чудеснейшее время года осень вот значит ну 1 сентября да на носу я всех поздравляю с тем что завтра у нас на день знаний я думаю что это праздник для всех вот она во всем деткам значит удачи учебы хорошей как говорится на одни пятерочки ну и нам тоже до мастера ногтевой бизнеса то есть как бы ногтевой сферы мы тоже часто учимся часто перенимаем опыт друг у друга ну вот например как сегодня и я попытаюсь сделать для вас пару троечку вариантов по быстренькому значит с вами сегодня буду я наталья как люгина на связи с вами город ростов-на-дону школа екатерина мирошниченко ну и я преподаватель этой школы скажем так значит там мы сейчас с вами еще разочек посмотрим на эту чудеснейшую коробочку в этом в этой коробочке собраны 6 оттенков гель-лаков 6 начиная с номера 403 по номер 408 так и вот такие вот красивые цвета находятся в этом наборе ну что хочется сказать но начиная давайте там 403 номера до 400 4 5 6 девчат но красивые красивые конечно же осенние цвета хочу говорить я считаю что цвета осени конечно цвета осени ну кто-то может быть со мной не согласится но я считаю что это так цвета осени такие знаете красивые яркие еще совершенно не тусклые не желтый не ох ох не охра там не таракотовая вот именно такие красивые яркие сочные оттенки значит считаю что именно вот сейчас пока еще не очень холодно и и подойдут эти цвета, конечно же, к началу осени. Вот, значит, я сейчас, девчата, выключу свой телефон, чтобы он нам не звонил. Сейчас мы вот так режим поставим. Ок, все. Итак, значит, считаю, что оттенки осени, да, и мы с вами сейчас их задействуем в работу. Значит, это у нас набор гель-лаков From Down to Dusk. Вот шесть оттенков, с 403 по 408, да, все помнят. И варианты дизайна, которые мне пришли в голову, быстрые с этими вариантами, вот, например, вот такие, да. Сейчас очень модно, очень многие делают такие, да, разводы, как камень, да. Ну, почему бы нам не сделать, тем более, что мне прям вот зеленый классно зашел. Ну, белый и черный гель-лаки, конечно, как бы есть всегда у всех мастеров в наличии, поэтому я не думаю, что это будет проблема найти черный и белый. Они классно сочетаются, в принципе, с любыми цветами, видите, красиво получается. Так вот, я сейчас вот так вот уберу. Ведь не обязательно делать на всех пальцах, правильно? Красиво сочетается один цвет из коллекции и один цвет, например, черный. Видно? Прикольно смотрится. Ну, и вот такие вот забавные, с чашечками, очень понравился слайдер. Я думаю, что вам тоже зайдет. Сейчас я вам все это дело покажу. Разных таких, знаете, направлений дизайна, да, такие для любителей абстракции, да, или более-менее конкретно чего-то, вот такие вот осенние интересные варианты. Итак, продолжим разговор. Итак, значит, гель-лаки мы с вами рассмотрели. Убираю в сторону. И, конечно же, декорации. Декорации, которые вышли сейчас у нас есть в наличии в магазине, в интернет-магазине. Три слайдера, три варианта нейл-дресса, да, одежда для ногтей. Это у нас осенняя такая тема, да, листочки с надписями, видите? Это номер 119, природные композиции. Вот такой вот осенний вариант. Значит, цепочки из цветочков. Номер 113, видите, вот такие вот красивые, да, разделительные полосы очень классные, понравились мне. Ну и, опять же, красиво делать просто на один цвет. Полосочку натянули, и как красиво смотрится. Так, и вот такой вот вариант с чашками. Знаете, милые чашки. Это номер 114. В прошлом году осенью выходил у нас найл-дресс с грибочками. Такие были разные цветные грибочки. И они меня тоже немножко так сначала привели в какое-то замешательство. Думаю, грибы на ногтях очень так феерично. Вот, а потом мы начали делать очень много-много разных вариантов с грибочками. Получается, что смотрится очень даже забавно, очень классно. Кто помнит, мы очень много вариантов с ними делали. И сейчас пыталась найти глазами планшетку в классе. Ну, не буду сейчас время тянуть. Может быть, потом где-то на глаза попадется, я вам напомню. Вот, значит, очень много было вариантов с грибами. И вот сейчас варианты с чашками тоже. Думаю, сначала чашка, ну, думаю, куда же ее пристроить. А потом, вы знаете, в принципе, так вот села один вариантик, второй вариантик. А оно, видите, прикольно смотрится. Видите, на кусочке ноготочка раз чашечка с цветочками. Или вот, например, вот чашки так падают. Понятно, что на всех пальцах этого делать совершенно не надо. Абсолютно ни к чему и незачем. Или вот вариант по мотивам. Катя недавно выходила в прямой эфир, показывала тоже вариант. Она делала горошек и брала чашечку с горошком. Например, ноготь на две части. На светлом оттенке горошки и чашка с горошком. Или, например, на светлом, например, там, брала чашечку, например, она... Сейчас найду, быстро. Вот, брала чашку, например, видите, вот есть вот с горошинками, да, например, или с полосочкой. Вот с горошинками. И на цветную половинку наносила горошки, да, и прикрепляла чашку. Посмотрите, у Кати есть в Инстаграм, на ее странице прикреплена эта история. То есть, как бы, очень варианты прикольные, получается, с чашками. И потом, знаете, вот, например, смотрите, вот такой вот вариант. Вот такой вариант. Прикольная для любителей, видите, минимализма. Вот, например, все пальчики зеленые, один белый, один с чашечкой. Видите, вот прикольно смотрится, да. А те, кто любит, например, чуть так пожестче, так вот, например, вот такой вариант с теми же зелеными красками, да. Один ноготь полностью, один, например, в виде камня такого, да, и просто черный ноготь. Вот здесь вот варианты поярче. Один, например, вот такой пальчик, один с мозаикой, а все остальные пальцы любого, ну, допустим, зеленого цвета. Видите, я просто пытаюсь сразу какую-то композицию составить, как это будет смотреться на ноготочках. Видно? Итак, значит, опять же, убираю пока это дело в сторону. Так, это все в сторону. Так, эти у меня уже начатые. Мы чашечки оставим, да, для того, чтобы чашечки прикрепить. Может быть, даже и листочки оставим. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, ну, а пока, пока, девчат, давайте с вами представим, что мы с вами моделируем ноготочек с помощью молочной базы. Сейчас мы типсик прикрепим. Итак, значит, у нас с вами есть ногтевое ложе. И мы пытаемся с вами сделать моделирование молочной базы, да. И вот как раз-таки сюда сделаем вариант с камнем. Надо будет пару вариантов, чтобы было видно. Итак, значит, я беру молочную базу. Ну, вот здесь у меня где-то под руками стояло. Так, а куда она у меня делась? Сейчас, секундочку. Так, где-то вот поставила. И где, как всегда, знаете, вроде стол маленький. И куда-то делась. Сейчас мы возьмем с вами просто молочный тогда гель-лак. Я сымитирую сейчас молочную базу, чтобы долго не искать. Вот это поставила, она даже так странно. Все исчезает. Да, цвет молочного гель-лака просто возьму. И попытаюсь, значит, сымитировать молочную базу. Так, молочную базу. Мы сейчас даже с вами сделаем так, чтобы как будто смоделированы ноготочки. Я сейчас вот так вот подержу. Так, что нам пока тут спрашивают? Пока с нами тут только здороваются девчанки. Здравствуйте, здравствуйте. Так, и всем доброго времени. Чашки суперские. Ну вот, как будто мы смоделировали молочной базой ноготочек. Давайте мы с вами сделаем еще один вариантик, чтобы попробовать. Потому что делается на самом деле очень быстро. Поэтому, я думаю, вам понравится. Так, давайте еще один ноготочек. Как будто бы моделируем молочной базой. Я просто заменила номер, это 249 гель-лака. Ну а вообще, как бы, значит, моделирование молочной базы, это сейчас так распространено, очень многим клиентам нравится. Вот, поэтому аккуратненько. Сейчас вот так сделаем. К нам пока потихонечку присоединяются к трансляции. Это очень мило, замечательно. Так, моделируем, моделируем молочной базой ноготок. Так, мы продольный изгибчик с вами вот так вот обозначим. И аккуратно смоделировали. И уже на смоделированной молочной базой ноготь. Да? Так, вот первый ноготочек так хорошо сам по себе прям смоделировался. А этот приходится немножечко поправить. Так, и у нас на заднем плане немножко слышны разговоры. Мы просто находимся в классе, а около административной стоечки ведут беседы модели. Как записаться к ученикам. Поэтому немножко шумно на заднем плане. Так. Так, просушиваем. Все. Слава Богу, более-менее выровнялось. Теперь мы с вами сделаем, девчат, вот таким вот образом. Попросила моделик чуть-чуть потише. Так. И мы с вами возьмем 400 номер, 404. Так, вот так, смотрите, вот так посрединочке. Я думаю, что многие так уже делают. Просто цвет очень красивый, знаете, прям вот зашел. Ну, так, мы возьмем с вами белый гель-лак и черный гель-лак. Белый гель-лак это 0,1. Да, у нас с вами белый лотос. Вот сюда мы его разместим. И давайте, вот мы минимум, да, с вами не будем много цветов. И вот таким вот образом черный цвет. Так, ну и теперь мы с вами возьмем кисточку. Можно палочку апельсиновую, можно кисточку. И вот таким вот образом, девчат. Можно прямо, вы знаете, вот сильно там, кто-то прям вот сильно тонко там пытается. Вот таким вот образом. И я возьму кисточку для градиента. И буду распределять кисточкой для градиента, да, по поверхности гель-лак. Но предварительно, предварительно на просушенную базу мы наносим с вами слайдер-топ. Слайдер-топ. И по мокрому слайдер-топу мы с вами наносим гель-лак на поверхность просушенной базы. Итак, слайдер-топ. Так, по мокрому. И теперь, девчат, набираем на кисточку гель-лак таким образом, чтобы вот эти вот полосочки у вас одна за другой прямо собрались на кисточку. Вот так. И ставите на ноготочек вот этой каплей жирной вверх. И теперь аккуратненько, аккуратненько, как будто вы снимаете с поверхности кисточки на поверхность ноготочка и сводите на нет. Можно набрать еще разок. Давайте в другую, так вот, более темный оттенок. Набираем на кисточку. И снимаем с кисточки, аккуратненько сводим на нет. И можно немножечко вверх. Вот таким вот образом. Теперь, девчат, я возьму кисточку, можно идеально мазочек номер 0 взять. Можно вот, у меня вот такая вот, знаете, давно-давно была троечка мазочек. И кончиком кисточки можно взять и аккуратненько довести вот какие-то линии до какого-то, знаете, как бы логического завершения. Аккуратненько. Так. Мы с вами по-мокрому рисовали, да? Но по-мокрому наносили гель-лак, поэтому можно взять аккуратненько-аккуратненько подтянуть с торца. Изначально слайдер-топ не надо наносить очень толстым слоем, да? Потому что, ну, во-первых, ни к чему лишняя толщина. Ну, а во-вторых, оно, конечно же, начинает натикать на валики и на вросты. Так, давайте, например, попробуем с другим цветом сделать, да? Ну, давайте возьмем, например, 406-й цвет. И точно так же возьмем центр. Не будем много. Вот я просто видела очень много мастер-классов, когда делают прям большое количество рядочков каких-то таких, знаете. Очень много цветов набирают, а мы с вами минимализм. То, что есть у каждого. Взяли три цвета. Аккуратненько, вот таким вот образом смешали их рядочками. Набираем на кисточку. И слайдер-топ. Тонким-тонким-тонким слоем. Не надо жирно, не надо много. Очень тоненьким слоем. Захватываем на кисточку гель-лочок. Давайте вот таким вот образом. Вот так, вот так, вот так. И снимаем с кисточки, да? Получается, на мокрую поверхность. Давайте вот с этой стороны кисточку поставила. Можно даже, как бы, знаете, так вот прям аккуратненько подталкивая. Так, возьму еще немножко. И давайте попробуем перевернуть пальчик клиентки. И вот, например, знаете, как бы наоборот. Снизу вверх. Так, а теперь возьму опять же кисточку. И мне кажется, вот темного много, а белого как будто вроде как маловато. И я возьму и немножечко-немножечко подобавляю. Вот, например, вот сюда вот прям хочется немножко беленького. Чтобы было, знаете, такое вот логическое завершение. Просушиваем. Просушиваем. Так, здесь у нас ноготочек, конечно же, просох. Да, у нас вот спрашивают, Вяля, зеленый тип сделали в технике по мокрому? Да, по мокрому, да, по мокрому слайдер-топу. Хотя на самом деле все делают по-разному. Кто-то по базе, у кого-то есть гель, по которому все растекается. У нас такой вариант пройдет именно по слайдер-топу. Так, ну опять же, сюда можно, конечно же, что-нибудь прикрепить. Можно прикрепить какую-нибудь надпись, полосочку там и так далее. Можно и веточку, кому кажется маловато. Например, давайте вот такой вот вариант Love Story. Я возьму, просто вытру сейчас липкий слой с поверхности цветного покрытия, чтобы не добавлять лишние слои. Потому что и так, я считаю, когда вот в такой технике выполнено покрытие, оно получается довольно-таки толстым. Вот, поэтому можно, например, что-нибудь золотиночку сюда. Или, например, в черном цвете. Или в белом, кстати. Давайте в черном. Я люблю черный цвет. Я считаю, что это вообще самый красивый цвет гель-лака. Черный цвет. Ну и, конечно же, всякие надписи в черном цвете и так далее. То есть, получается, вот в этом промежуточке мы как раз можем с вами добавить шермикончик. Ну и перекроем топом. Ну, я возьму, например, воспользуюсь ультрашайном, хотя это может быть любой топ, которым вы работаете. Глянцевый, матовый, это непринципиально важно. И мы с вами закрываем глянцевым топом. Выравниваем поверхность и просушиваем. Так, здесь, например, вот мне кажется, на мой взгляд, знаете, как бы получилось... Конечно, можно просушить. Вот спрашивают, запись эфира будет? Будет. А можно подсушить, а затем сделать прорисовку. Ну, конечно же, можно. Я, в принципе, собираюсь это сейчас сделать. Я возьму немножечко белого гель-лака. Возьму кисточку и линеарную. 5 дробь 0. Вот у меня тут есть 5 дробь 0. 5 дробь 0. Линеарная кисточка. И я тоненькой кисточкой линеарной. Можно взять и добавить, вот, например, вот. Ну, вот прям так и хочется. Знаете, вот что-то светленькое такое. Вот я сейчас вот сюда присоединюсь. И вот сюда аккуратненько. Аккуратненько. Это варианты вот так вот с дырочками. Это, знаете, элемент мы обзываем много-много лет назад. Был придуман. И давным-давно называем мы его дырки, да. И часто добавляем в художественную роспись базовый курс этот элемент периодически. Иногда про него забывают. Иногда про него прям спрашивают. Вот нету никаких резких соединений между линиями. И мы с вами вот сюда вот так вот в виде такой вот абстракции, да. Есть клиенты, которые говорят, ой, мне все что угодно, только не цветочки. И как раз-таки в ход идут всякие вот такие вот абстрактные моменты. И даже, знаете, и вот в этом моменте можно сказать, я художник, я так вижу. То есть у каждого получится все равно что-то свое. Так, вот здесь вот плохо видно перегородку. Она немножко теряется. Так, просушиваем. И, в принципе, в принципе, можно больше ничего не добавлять. Так, ну вот смотрите. Это продолжая вот эту линеечку, да. То есть как бы один ноготь просто целиком зеленый, да. Черный с белым смешали, и получаются вот такие вот красивые разводы. Так, ну и давайте, например, вариант сделаем какой-нибудь с чашками. Предлагаю, опять же, вариант, например, ну вот такого, да, плана можно сделать какой-нибудь. Может быть, какой-то конкретно вас вариант интересует. Можете написать. Ну, такой вариант мы уже сделали по-мокрому. В цвет, в цвет, да, с покрытием. Прикольно тоже смотрится. Вот такие вот варианты в оранжевом, в таком, даже коралловый цвет, да, коралловый больше цвет. Так, ну и какой-нибудь сейчас вариант вот с чашечками. Так, ну пожеланий никаких нет, я поэтому на свое усмотрение, хорошо? Так, сейчас мы этот вариант перекроем тупом. Так, ну и давайте еще один вариантик. Так, где у нас типсик? Что-нибудь сейчас мы яркое забабахаем, такое, что может сделать абсолютно любой мастер. Так, покрываем белым цветом. Уж белый гель-лак точно у всех есть. Так, покрываем. Слайдер-топ можно ли заменить? Вот пишут. Да, конечно, можно слайдер-топ заменить. Можно попробовать сделать это по базе, да, непросушенной. Часто делают просто по базе. Либо по гелю, который растекается. Можно к чашкам добавить линии из цветов. Ну, это нужно просто попробовать, конечно, девчат. Я вот как бы прошлый вариант делала с листочками много, и с новой коллекцией гель-лаков. Вот в этот раз вот чашки добавила в работу. На самом деле, вы можете как бы все что угодно смешать. И чашки, и цветочки, и так далее. Так, ну а мы пока, сейчас я это уберу, чтобы резкость, да, белый цвет поплотнее. Какой-то немножко мусор попал. Ну, ничего страшного. Под топом этого будет, конечно же, не видно. Так, просушиваю. Так, и можно абсолютно любые цвета. Смотрите, девчат, вот, например, опять же, я взяла 406 номер. Я взяла 404 номер. Кисточку для градиента. Так, кстати, сюда же можно подойдет и черный цвет, опять же. Сюда же подойдет и белый цвет. Вот так вот, видите, приготовила, да? Так, и теперь, например, взяла немножечко 406 номер, да, герлочок. И вот так аккуратненько, просто потянула. Можно чуть-чуть интенсивнее цвет добавить. Особенно в начало. И даже можно немножечко тоненькой кисточкой помочь, если где-то что-то вдруг пошло не так. Просушиваем. Так, теперь кисточку вытираю, набираю на кисточку зелененький цвет. Попрошу клиентку пальчик перевернуть. И теперь с нижней части ноготочка протяну немножечко зелени, да, на ноготок. Так, и опять же, если где-то что-то пошло не так, вот мне кажется, вот здесь вот хочется чуть-чуть повыше подтянуть, интереснее будет смотреться. Так, просушиваем. И сюда же можно без зазрения совести добавить немножко черного, немножко белого. Хуже никогда не будет. Будет только лучше. Белый всегда освежит картинку, черный добавит какой-то четкости, резкости. Так, немножко белого. Давайте вот сюда немножко. Прямо сверху зеленого цвета. Это, знаете, такой безотказный вариант. Во-первых, и цвета задействуем максимум, да, из коллекции, чтобы просто так не стояли. А вообще, можно вот в таком вот виде, как бы, конечно же, задействовать абсолютно любые цвета. Не обязательно равняться только на этот набор, правильно же? Так, ну вот немножечко так, немножечко так просушиваем. Можно добавить какой-нибудь топ с крапушками, если у кого-то есть. Или гель-лочок с какой-то с крапушками. Я вот тут вот у нас из старых запасов. Можно, например, губкой пройтись и немножечко добавить несколько крапушек, каких-нибудь интересных. Не обязательно на весь ноготь. Остатки гель-лака вот у меня тут было. Просушиваем. И давайте выберем какую-нибудь осеннюю тему с листиками. Вот такой, да, например, нейлдресс. Нейлдресс. И возьмем здесь какую-нибудь такую с надписями. Вот, например, по центру тут вот есть, например. Очень красиво будет с зеленым цветом, да, и с коралловым сочетаться, например, анижевый цвет, переходящий в желтый. Мы возьмем с вами мокрую салфеточку. Положим сюда слайдер. И даже можно добавить еще какой-нибудь кусочек веточки. И даже какой-нибудь можно попробовать листик добавить. Сейчас посмотрим, что у нас влезет. Вот такой, знаете, прямо вот, чтобы получился целый конструктор. Нарезала всяких листочков, веточек. Сейчас попробуем целый гербарий собрать. Так, ну и цепляем мы, девчат, на слайдер топ. Если слайдер топа нету, то, конечно же, можно при, скажите, можно тоненьким слоем база, да, нанести тоненьким слоем базу, и все. И на базу, подсушенную базу, прикрепить слайдер. Тогда он будет очень хорошо прикреплен к поверхности. Значит, тоненьким-тоненьким слоем слайдер топ я нанесла. Если слайдер топа нет, еще раз повторяю, можно воспользоваться базой. Так, ну и теперь мы с вами собираем целый гербарий. Целый гербарий. Подсушили. Так, где наша салфетка? И самый главный наш слайдер прикрепляем прямо по центру. Давайте, вот так, чтобы надпись была четко по центру. Так, теперь я вот тут вот между делом вырезала какой-то хвостик веточки. Я сейчас его сюда пристрою. Так. Можно пристроить еще и листик сюда. Потому что, видите, оно получается такой прям, как строительный материал. Так, и даже вот сюда еще наверх маленькую веточку просто продлю, чтобы она была, казалось, длиннее. Поэтому, знаете, не ограничивайте свои возможности только вот картинкой, которая там прикреплена, да, вот, ну, допустим, она есть в каком-то законченном виде. А мы с вами взяли, снизу приделали ветку, сверху приделали ветку. Никогда не поздно взять и убрать, если вдруг что-то пошло не так. Так, после того, как вы прикрепили слайдер, конечно же, нужно обязательно подсушить. Подсушить и слайдер обрабатываю, девчат, праймером или ультрабондом в нашем случае. Сейчас возьмем. Ультрабонд, он как двойной скотч работает, да? Обязательно обрабатываем слайдер. Почему? Да потому что слайдер – это пленка. Пленка не имеет остаточной липкости. И поэтому, чтобы было хорошее сцепление, конечно же, праймер или ультрабонд должны нанести сверху на слайдер непосредственно. Все, после этого высыхает наш слайдер на воздухе. Вместе с ультрабондом мы после этого перекрываем. Перекрываем, хотите матовым топом, хотите глянцевым топом. Мне принципиально важно. Я взялась на сегодняшний момент ультрашайн. Может быть, у кого-то есть стеклос, а может быть, у кого-то работает с совершенно другими материалами, не завязываясь, допустим, на Эмми. Но идеи все равно можно сделать, конечно же, девчат, из любых материалов. Но так как мы работаем на Эмми, конечно же, у нас все с вами Эмми. Ну и вариант, например, с чашками, с листочками сделали. Как раз у нас есть время, чтобы сделать вариант с чашками. Мы с вами точно так же сейчас прикрепим типсик. И я предлагаю задействовать элементы градиента. Например, мы с вами можем задействовать, опять же, два цвета. Опять же, я возьму 404 номер, с краешку на ноготочек, и с этой стороны тоже. Хотя можно было там, например, зеленый сверху и снизу, да, с другой стороны. Так, и 406 номер. Мы с вами по-прежнему продолжаем делать варианты дизайна, в которых участвуют гель-лаки из коллекции From Down to Dusk, да. Вот такие красивые осенние варианты. И пытаемся сделать с ними незамысловатые дизайны. Смешиваем два цвета между собой. Можно прям так пошире. Подмешали зеленый с оранжевым. Так, и делаем градиент. Ну, градиент мы делали тысячу раз. Это, знаете, такие цвета, которые очень легко сочетаются друг с другом. И, конечно же, градиент, девчат, мы сделаем в два слоя, не исключение, да, градиент. Как бы, ну, покрытие мы всегда делаем в два тоненьких слоя. И здесь точно так же, так, аккуратненько делаем градиент. Просушиваем. И сейчас мы повторим после того, как подсохнет, правильно же? Так, а у нас с вами между делом получился вот такой вот красивый осенний вариант. Давайте я вот так подвину сейчас и сюда вот его вставлю, как логическое продолжение. А у вас появятся идеи, правильно, на эту тему? Так, продолжаем играться. Видите, как конструктор, мозаику тут выкладываю. Мне нравится. Получаю, знаете, какое-то эстетическое удовольствие от этого. Может, кому-то не нравится, и подбешиваю я своим голосом дурацким, монотонным, им на большой разговорней. Ну, просто на самом деле хочется каким-то образом поделиться, чтобы можно было сделать. На одном пальце, на всех пальцев этого стоит не делать. Но при этом вы можете такой дизайн сделать и под коралловое покрытие, и под зеленое, да, и под белое, и под черное. Будет, в принципе, классно смотреться. Так, пока мы продолжаем с вами делать градиент. Итак, с одной стороны у нас с вами, вот тут верхняя часть, это 404 номер, и с нижней части ноготочка у нас с вами 406. И делаем градиент из этих двух цветов. Смешали два цвета между собой и аккуратненько сверху вниз такими, знаете, как бы смешивающими движениями, потому что тут особо разгуляться негде, получается очень быстро. Ну, я не вижу смысла делать градиент на весь ноготь, потому что я сюда хочу добавить белую светлую какую-то полоску. Правильно же? Получается, там по центру будет очень большая толщина, если градиент будет выполнен на всей поверхности на все пластины. Я понимаю ваш вопрос. Вы можете спросить, хорошо, это хорошо типса, да? На типсе удобно, и в валики не заляпаешь. Конечно же, вы просто будете наносить цвет удобной кисточкой. Не обязательно кисточкой же из флакона наносить, да? Можно взять, например, любую удобную для вас кисточку, вы можете нанести цветной гель-лак, именно не обязательно кистью из флакона, да, а кисточкой, которой вам удобно. И смешать эти два цвета просто посрединке между собой. Этого будет просто достаточно. Можно не проходиться по всему ноготочку. Так, ну что, добавляем белый гель-лак. Стараемся сделать просто равномерную линию по центру. Просушиваем границу между цветами. Мы, конечно же, с вами выровняем с помощью каких-нибудь шармикона в виде полосочек. Я хотела тут поправить сама себе и немножечко подпортила. Вот так подровняю. Чтоб видно было, что накосячила и пытаюсь исправить. Все, подправила, подсушила. Так, и просушиваем, естественно. Девчат, но это еще не все. Мы, конечно же, с вами возьмем, например, оранжевенький цвет на кончик кисточки для градиента. И по просушенному белому цвету я немножечко-немножечко, вот тут от верхней части, добавлю цвета. Чуть-чуть совсем. И кисточкой для градиента аккуратненько-аккуратненько вот так вот протяну по полосочке, как бы убираю, 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 совсем на нет. Так, мне кажется, я прям поскромничала. Можно еще чуть-чуть. Вот, аккуратно, кончиком кисточки, аккуратненько-аккуратненько свожу прям на нет, на нет, на нет, на нет, на нет, на нет, на нет. Так, можно подсушить. А с обратной стороны, наоборот, добавлю зелененький. Знаете, оно просто немножечко прикроет эту яркую белую полосу, видите? То есть оно и светлое получается, но в то же время те же цвета сюда у нас с вами будут добавлены. Так, добавляем. Немножко зеленый, 4-4 номер, да? И вот, наоборот, перевернув пальчик клиента, я, наоборот, сюда вот вытягиваю, вытягиваю, вытягиваю по просушенному немножечко зеленого цвета. Так, все, больше не буду ничего добавлять. Ну, можно, опять же, какой-нибудь топ с крапушками добавить, можно добавить какой-нибудь гель-лак с крапушками. Не обязательно. Какой я даже не буду зацикливаться в этот момент, потому что это может быть... Даже можно, знаете, губку прям взять для мытья посуды и губкой немножко потыкать в черную пасту и делать такое какое-нибудь легкое напыление. Вот сюда вот аккуратненько, так аккуратненько для фона. Видно, вот такие незатейливые крапушки. Так, просушиваем. И, девчат, теперь мы с вами, конечно же, отделяем с помощью полосочек. Я предлагаю взять какие-нибудь золотые, например. Хотя, опять же, можно и белые, черные, золотые, серебряные, не важно. Важно вот что. Важно прикрепить на топ без остаточной липкости. Либо вытереть дисперсию. Чтобы не добавлять лишние слои, просто можно вытереть дисперсию и приклеить уже шермикончики непосредственно, да, на поверхность. И многие мастера так делают. Хотя, знаете, мы все-таки рекомендуем, понимаете, когда вы вытираете липкость, увеличивается процент вероятности сколов. И поэтому, как бы, все-таки лучше, все-таки, если перекрыть. Ну, я сейчас с целью экономии времени, конечно, первое. Ну, и второе, чтобы не было лишней толщины. Значит, делим ноготочек, видите, такой легкой тоненькой полосочкой. Можно, конечно, нарисовать от руки, отпечатать фольгу. Но дизайн будет простым, но такой, более заморочистый на самом деле. Так, отделяем зону. Я люблю вот золотые полоски, золотые линии, черные линии. Это самые... Мне кажется, те, кто так сидят за нашими прямыми эфирами, знают, что прямо не могу. Реально, вот, постоянно, сплошь и рядом я их добавляю, добавляю, добавляю. Так, ну что, лишний слой не добавила, но без слайдер-топа, конечно же, я не обойдусь. Я сейчас нанесу тоненьким слоем слайдер-топ. Уже на слайдер-топ прицеплю, конечно же, чашки, потому что не только чашки не задействовала из того, что хотела. Вот, поэтому очень-очень-очень тонким слоем просушиваю 10-15 секунд. А тем временем возьму чашечки и вырежу несколько чашек. На самом деле, сейчас, конечно же, не принципиально какие, но вот на любые большие типсы размещаются 4 чашки, я померила. Поэтому я сейчас возьму, например, 4 разных чашечки. Так, вот одна чашка, вот вторая чашка. Так, давайте, чтобы они не повторялись, да? Так, с такими полосочками, с такими, так-так-так, вот с таким кустиком для полного счастья. Сейчас. Вырезаю. Вот с таким кустом мы с вами возьмем. И давайте еще одну какую-нибудь. Давайте, давайте, давайте каждый раз, знаете, вот вроде бы их не так-то много вариантов, но каждый раз начинаешь думать, а какую бы еще прикрепить. Так, ну давайте вот эту. Так, все. Значит, мокрая салфеточка у нас готова с вами. И буквально осталось несколько секундочек, чтобы прикрепить их только. Так, давайте, вот одна чашка. Начнем прям сверху. Теперь в эту сторону вторая чашка. Некоторые мастера берут подушечку для стемпинга, да? И подушечкой для стемпинга прикрепляют чашечки. Так, ну давайте вот так. У нас с вами целый получился такой зимний сад. Почему зимний, да? Если осень, значит осенний. Так, можно все подвинуть. После того, как вы прикрепили слайдер, девчат, к поверхности, конечно же, нужно обязательно все это дело просушить. Просушить в лампе 10-15 секунд. После этого взять праймер или ультрабонд, да, в нашем случае. И ультрабондом обработать поверхность слайдеров для того, чтобы было хорошее сцепление. Почему? Потому что слайдер не имеет остаточной липкости. Прошу прощения. И после этого высыхает, конечно же, все это дело на воздухе. После чего мы берем с вами и закрываем топом. Кстати, если слайдер занимает всю поверхность девчат ногтевой пластины или половину его, то надо, конечно, мы бы рекомендовали перекрыть сначала слайдер топом. Ну, если слайдер топа нет, то базой. А потом уже перекрыть любым топом, которым вы работаете. Тогда обеспечено, стояние будет обеспечено на все 100%. Никаких точно уже сколов, ничего не слезет и так далее. Не облезет. Так, ну мы с вами просушиваем. И, в принципе, такой вот еще один из простых вариантов у нас с вами готов. Я сейчас верну типсы вот сюда вот на экран. Значит, и можно даже каким-то волшебным образом по парочкам разложить, чтобы было понятно, что мы можем с вами сделать такие дизайны на одном ноготочке. И нужно делать на всех абсолютно ни к чему. Так, ну, высох наш еще один вариант. Давайте мы сюда его положим. А вы сможете сделать скрин с экрана. Так, ну мы с вами даже, несмотря на то, что сделали, да, три вариантика сегодня. Сделали их, в принципе, очень быстро. Вот, я надеюсь, мы были вам полезны сегодня. И, как всегда, встретимся в следующий четверг, я надеюсь. Может быть, не я, может быть, кто-то из девчат еще проведет прямой эфир. Вот, а вам, девчат, всего хорошего, побольше денежных клиентов. Вот, ну и, конечно же, с наступающим всех первым сентября. Деткам хорошей учебы, родителям стальных нервов. И все у нас будет с вами хорошо. Всем удачи, девчат, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok